Дорогие друзья, братья и сестры, дети, молодежь, все, кто находится на нашем празднике, считаю себя счастливым, друзья, что действительно своими глазами могу видеть то, что Бог совершает сегодня в народе Божьем. Уже был прочитан текст «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь». Ну так получилось, друзья, мы все живем в разное время. Кто-то уже давно прожил, даже до потопа, кто-то жил в Ветхом Завете. Мы сегодня живем во времена благодати и даже в крайне последнее время. Вот на мою раннюю юность выпало как раз время свободной проповеди Евангелия. И вот когда рассвет юности и началась свободная проповедь Евангелия, я вспоминаю, я и мой брат, мы еще были солдатиками, когда вот вместе с Челябинским хором, с Магнитогорским хором в большом городе Магнитогорске проводилась большая массовая такая евангелизация. И мы были участниками этого вот события. Кажется, мы служили в армии. Ну, у нас был такой начальник, которого можно было уговорить. Товарищ командир, ну отпустите, нам срочно надо уехать. Где-то надо было там за литературой поехать, где-то надо было на молодежное общение. Ну почему вы постоянно вот просите куда-то, вот чтобы вас отпускали? Ну, вот был он у меня, адвентист седьмого дня, вот он мне фильм показал «Страсти Христовые», «Жизнь Иисуса Христа», но он никуда не отпрашивался, а вам всегда куда-то надо было. А нам действительно куда-то надо было. Мы говорим, товарищ командир, отпустите. Если вы отпустите, это не лычки и не звездочка на погонах, и не медаль на груди. Благословение Господне, оно обогащает, печали не приносит. Вас Бог благословит, если вы вот так к Богу повернетесь. И он нас отпускал. И вот массовая евангелизация в большом дворце или драматическом театре имени Пушкина на тысячу мест и не вмещает желающих услышать благую весть. И потом в газетах сводки. Если вы видели толпы людей, идущих в драмтеатр, это не пошлая постановка генералы в юбках. Это евангельские христиане-баптисты 7 апреля 1990 года проводили массовую евангелизацию, предпасхальное богослужение 7 апреля. И знаете, желающих покаяться было не счесть. Кажется, весь зал встал и хотели покаяться. И мы были участниками этого служения. И потом, приехав ночным поездом, вот так молодежь под вдохновением запели под куполом Челябинского вокзала песнь. И вдруг подходит какой-то человек, худощавый, средних лет. Я вам запрещаю проводить религиозную агитацию. Берет брата Андрея Соснина, значит, как руководителя, что ли, вот как ответственного, в опорный пункт ведет. Ну, там закрыто. Но знаете, друзья, эти все запреты уже не имели никакой силы. Мощным потоком началась евангелизация, и никто не мог это остановить. Почему? Бог открыл дверь. Бог открыл дверь. Помню, не хватает уже Евангелий, трактатов на вокзальной площади. И люди тянут руки. И один брат говорит, у меня нет. И вдруг из толпы кто-то достает пачку трактатов. Это оказался Алексей Кашин из Киселевска. И говорит, на, возьми. И опять стали раздавать. А он где-то проездом был, вот так оказался здесь, в Челябинске. Друзья дорогие, мы были живыми свидетелями того, как началась эта евангелизация. Но знаете, друзья, я хочу сказать, что Бог, Он определил времена и пределы нашего обитания. Мы живем во время благодати. Не всегда одинаково Бог являл себя людям. Были времена Ветхого Завета. И вот для сравнения я хочу прочитать два места Писания. Как Бог являл себя людям. Он желал с ними разговаривать. Смотрите. 19 глава книги Исход. Написано. И другое место параллельное этому. Это второзаконие, 4 глава, 11 стих. Вы приблизились и стали под горою. А гора горела огнем до самых небес. И была тьма, и облако, и мрак. Друзья, не всегда небо было отверсто. Были такие времена, когда небо было свинцовым. Молнии, громы. Господь говорил, и даже Моисей говорил, я в страхе и трепете. Друзья, ну пришло другое время. Время благодати. Помните, первый мученик Стефан. Он, будучи побиваем камнями, вначале перед Синедрионом говорит историческую проповедь, но самые, как я думаю, важные слова он сказал в конце. Помните, когда его уже побивали камнями, он возрел на небо и сказал такие слова. Это записано в книге Деяния апостолов, 7 глава, 56 стих. Смотрите, так написано. Вот я вижу небеса отверстий и Сына Человеческого, Одесную Бога. Друзья, дорогие, вот я думаю, с этого времени Бог открыл свободную проповедь Евангелия. Священники Синедриона, они знали храмовую хронику, и они могли помнить, как неожиданно для них завеса в храме разодралась посередине, сверху, донизу. И объяснить это явление было трудно, что произошло. Это совпало со смертью Господа нашего Иисуса Христа. Возможно, они не придали тому этого значения. Возможно, эту занавесь опять шили, но это обозначало, что двери отверсты. И Стефан говорит о том, что я вижу небеса отверстные и Сына Человеческого, стоящего Одесную Бога. И удивительно, друзья, и молодой Саввел, он тоже слышал эти слова. Может быть, кто-то не предал о том, что время благодати началось, а оно уже, эта евангельская весть, велась рекой. Удивительно, друзья, когда Иисус Христос возносился на небо в присутствии апостолов, Он ушел на небо и оставил дверь спасения, дверь небесную отверстой. И сегодня каждый грешник может прийти туда, в небо, и сам Иисус Христос будет принимать его вот у этих дверей. Друзья, дорогие, я вспоминаю 92-й год, когда началась первая палаточная евангелизация в Томской области. И мы были участниками этого служения толпы людей. И покаяние сразу образовывались группы. И как радостно было смотреть на это явление. Друзья, дорогие, вот Екклезиаст говорит всему свое время. И потом время любить. Мне кажется, время отверстых дверей это время любви, особой любви. если в Ветхом Завете написано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», то в Новом Завете написано «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Все, новое время. Иисус Христос одинаково ко всем людям относится и всех приглашает к спасению. Я помню, мой родственник пригнал машину себе с Германии в начале девяностых годов. Ну, подарили, приехал на ней, а растаможка оказалась такой дорогой, что денег не хватило, и вот он вынужден ее продавать. И нашлись такие покупатели, которые машину у нее забрали, а сказали, деньги потом. И мы говорим, как так? Так тебя обманули, тебя обманули. А он говорит, да нет, вроде как порядочные люди были, постоянно в пиджачках, в рубашках, в галстуках, в общем-то, наверное, не обманули. В назначенный срок приносят сумму денег и потом говорят, мы слышали, что вы баптисты, ну да, мы верующие, а мы кгбисты, мы вас гнали и будем гнать. Друзья дорогие, но это были только слова, потому что Господь открыл свободную проповедь Евангелия и никто уже не мог закрыть эту дверь. Господь, он в тех местах, где нам приходится жить, я помню, я нахожусь на градостроительном совещании в Каннске, стоял вопрос строительства молитвного дома, но это был один из маленьких вопросов всего этого совещания, и меня пригласили, и вот там начальники, люди в погонах с большими звездами, и вдруг архитектор города спрашивает, господа, как вы смотрите на то, чтобы в нашем городе был построен молитвенный дом? Все за, все за, как так меняется общество, как так меняется образ мысли человека? Братья и сестры, Бог открыл дверь свободной проповеди Евангелия, и никто не может ее закрыть, и я так думаю, что вот многие здесь присутствующие, они являются плодом этой свободной проповеди Евангелия, уже больше 30 лет свободно проповедуется Евангелие, и все запреты, и даже какие-то разгоны, и штрафы, есть и где они случались, друзья, это всего лишь навсего нам маленькое напоминание о том, что были гонения, а пока мы сегодня видим, что дверь спасения открыта, поэтому, друзья дорогие, у нас сегодня есть повод вспомнить милости Господней и Господа благодарить за то, что и сегодня время спасения отверсто, и, друзья, мы должны дорожить временем, потому что не всегда так будет, Бог открыл, и Он суверенный, Он и закроет дверь спасения, и написано, войдет последний грешник, и двери спасения закроются, поэтому мы должны торопиться и делать все возможное, чтобы как больше, как можно больше, силы и времени потратить на то, чтобы больше людей спаслось. Мы Богу нашему помолимся, поблагодарим Его, аминь. ими.